Приветствую всех на моём канале! Меня зовут Полина Жеребцова. И последнее время, осень 2020 года, из России начали приходить ужасающие вести. Такое может случиться в любой стране, с разными народами. Но я слежу за новостями из России. И вот новости таковы, что в Волгограде мать убила младенца, потому что он мешал ей спать. На Урале жительница Урала забила дочь четырёх лет молотком. В Подмосковье учительница повесила четырёхлетнего сына на колготках на шведской стенке. И мальчик умер. В Саратове мать выбросила с четвёртого этажа двух детей пяти и восьми лет. В Свердловской области мать держала новорождённого младенца в сумке в шкафу, дожидаясь его смерти. Правда, это было длительностью полгода. И ребёнка спас от неминуемой гибели старший брат тринадцати лет, который втайне подкармливал младенца. И он боялся мать, боялся рассказать людям, но об этом факте стало известно, и младенца спасли. Что с вами не так? Это всё последние новости буквально за неделю-две. Люди, что с вами не так? Мамы в России. Я понимаю, что есть очень много хороших мам, но это как-то слишком много таких новостей. Я хочу сказать, что государство может довести. Может довести тем, что не предоставляет крышу над головой. Что пособия на ребёнка достаточно небольшие. А раньше они и вовсе были смехотворными. И ничего нельзя было купить. Бывает послеродовая депрессия. Или конфликт в семье. И всё же это ваш ребёнок. Это ребёнок, который нуждается в помощи, в защите, в заботе. Мама – это такое слово, значимое для всей нашей планеты. И зачастую родители жертвуют собой, и мать, и отец, чтобы спасти своё дитя. Почему эти ужасающие новости идут одна за другой? Я хочу рассказать такую историю со своей родины, Чеченской республики. Когда у нас была война, у нас была разруха. Ни пенсии, ни пособий на детей, голод. У тех, кто жил в городе Грозном, в столице, и у кого не было хозяйств, этажи падали друг на друга. И люди, несмотря на это, в оставшихся, уцелевших квартирах делали ремонты. Между бомбёжками они делали ремонты, чтобы жить в чистоте, и чтобы умереть в чистоте, если уж так придётся. Моя мать делала ремонт два раза в год. Мы белили потолки два раза в год, переклеивали обои, следили за тем, чтобы была в доме чистота. И вот на войне, где не было совершенно никакой помощи от государства, тем более, и люди выживали как могли, я знаю такую историю, что местные русские грозненцы, мать погибла от рук бандитов, когда захватывали квартиры, когда криминалитет убивал своих незащищённых земляков, было такое. Были и хорошие отношения между народами, между людьми, а были и вот такие бандитские случаи. И остался мальчик, остался ребёнок. И вот после всех скитаний, после страшных потрясений, у меня есть об этом рассказ в моей книге «Путь в поднебесе». И он начинается с хадиса, что рай находится под ногами матерей. И вот в такой тяжёлой ситуации, после всех скитаний и переживаний, русского мальчика в свою семью взяла Чеченка и воспитала его как родного сына. У неё был родной сын, но она этого русского мальчика ничем не обделяла. Она растила его как родного сына, несмотря на страшные условия, на то, что каждый день нужно было выживать. И это не единичный случай. На самом деле я знаю много случаев, когда люди брали детей с соседей, родственников, каких-то знакомых. И ни одного ребёнка, а пять и десять детей, которые остались без родителей по району, они забирали в свои семьи. И говорили, что вот у нас есть тарелка супа, мы разделим её с ними. У нас есть хлеб, мы разделим его на всех, по небольшому кусочку. Матери, помните о том, что ребёнок иногда раздражает, что иногда вызывает он грусть, агрессию, депрессию. Вы должны справляться с этими чувствами. И помнить, что ребёнок – это вообще величайшее благо. И бывает так, что не всем в этом мире даровано быть матерью. Раз Всевышний даровал вам это счастье, этот дар, идите по светлой дороге, не скатывайтесь во тьму, не совершайте такие злодеяния против невинных, беспомощных творений Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok